Директор Краевого государственного музея имени Владимира Клавдевича Арсеньева Виктор Шалай стал лауреатом премии президента России молодым деятелем культуры в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Именно под руководством Виктора Алексеевича музей стал одной из визитных карточек Владивостока и одним из самых посещаемых в России. Подробно об этом мы не только, мы поговорим прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Виктор Алексеевич Шалай, директор Краевого государственного музея имени Владимира Клавдевича Арсеньева. Виктор Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Мы поздравляем вас с получением президентской премии. В одном из интервью вас сравнили с Петром Первым. И не только, кстати, из-за вашего роста. Я хочу процитировать, потому что Виктор Шалай прорубил окно в Европу в музейной культуре Дальнего Востока. Как вам такое сравнение? Ну, довольно лестно, но я думаю, что там это больше фигура речи, чем что-либо другое. И ключевое слово «прорубил». Просто к слову «прорубил» Петр Первый подходит лучше всего. Поэтому как-то так. Ну, ведь на самом деле именно вы сделали музей имени Арсеньева таким известным. По сути, это теперь визитная карточка нашего города. В той или иной мере он всегда был визитной карточкой. И просто мы с вами люди довольно молодые. Нам кажется, что что-то там сильно в этом вопросе кардинально отличалось 30-40 лет назад. Музей всегда был главным, самым старым, самым опытным на Дальнем Востоке России. И самым первым. И то, что удалось нам за последние пять лет сделать, это просто наверстать упущенное в 90-е нулевые лишь в части репрезентации того, чем мы владеем, нашим целевым аудиториям. Таким вот скучным языком скажу. Там не произошло за пять лет ничего такого, знаете, вот ах, ну, в основной музейной деятельности. Потому что она, так или иначе, плавно, в спокойном, ежедневном режиме делалась всегда. Это людям, вот, проснувшимся после 90-х нулевых, ну, в хорошем смысле проснувшимся, кажется, что, ой, как изменилось, ой, как, совсем не как в моем детстве. Ну, да, потому что мы поменяли экспозиционный язык, в чем-то стали чуть более опрятный, понятней, гостеприимней. А коллекция всегда была гордостью музея и, повторю, пополнялась и хранилась достойно на протяжении вот уже 126 лет. Но ведь сегодня Музей Минирсенева – это и современная площадка все-таки. Много молодежи туда приходит, различные мероприятия интересные проходят. Ну, почему нам каждый, почему вас так это удивляет? Кажется, что в этом есть что-то совершенно, ну, такое, ну, не реальное. А как должно быть? Чтобы не ходили? Нет, конечно. Чтобы молодежи не было интересного? Ну, это мы как-то в интересах молодежи ходить в музеи. Это часть нормального образа жизни любого приличного человека ходить в музеи. Вот не ходить в них – это странно. Просто музей, вообще понятие музей, оно обросло, ну, особенно региональный музей, да, или краеведческий музей, оно обросло как дно у корабля всякими такими ракушками, в виде стереотипов, шаблонов, и нам кажется, ну, нам кажется, нам как раз не кажется, многим людям, которые довольно редко ходят в музеи, что там ничего меняться в принципе и не может. Кто-то думает, что не должно, всякие истории про злых бабушек рассказывают, которые по рукам бьют, говорят, не смейте трогать. Может быть, где-то так и есть. У нас этого давно нет, мы считаем, что это нормально. Стереотипное мышление просто такое. Да, тем более играть на разрыве шаблонов и на стереотипах, наоборот, нам даже на руку. Люди приходят и говорят, ой, ничего себе. Вот это вот ничего себе является гарантией того, что он вернется. Если бы вам нужно было характеризовать буквально в нескольких словах такое понятие, как музей, как бы вы это сделали? Ну, слушайте, человечество не придумало ничего другого для памяти, кроме как музей. Вот, понимаете, итог человеческой мысли, которая подразумевает, что вот, знаете, если больницы отвечают за здоровье школы, за образование, то за память человеческую отвечает музей и только музей. Поэтому музей даже самый, казалось бы, простой. Может быть, он будет какой-то самый сельский, может быть, даже в самой глуши это всегда что-либо интересное. Вопрос, есть ли у вас запрос на эту интересность, нравится ли вам вообще узнавать что-то интересное в этой области. Вот. Музей это всегда интересно, всегда. Потому что один предмет, один документ — это целый космос. А когда их несколько, когда их сотни тысяч, например, как в нашем музее накопилось за 125 лет, это полмиллиона окошек в мир прошлого. Ты смотришь, казалось бы, там этикетка от спичечного коробка или какая-то, не знаю, швейные принадлежности вот такую сенькие. А если правильно повертеть и поговорить про это, то там открываются двери в целый мир человека, которому это принадлежало, времени, когда это было сделано. Ну и так дальше, и так дальше. Поэтому если коротко, то музей — это всегда интересно. Вот вы уже озвучили эту мысль, что музей — это ведь и его посетители в том числе. То, как отзываются его родные жители города, того или иного. Как, на ваш взгляд, наши отзываются? Отзываются? Приходят, получают удовольствие от посещения. Знаете, у нас есть книги отзывов, хотя мы их называем не книги отзывов, а книги впечатлений. Такие подразумевают, что человек может поделиться абсолютно всем, чем хочет. И их много по музею. Они лежат в самых разных местах. Если у человека мысль пошла вот в этом зале, он может написать все, что угодно. И бывают невероятно интересные наблюдения, которые люди оставляют. Эти книги уже превратились даже в своеобразный такой чат, потому что там люди оставляют друг другу какие-то послания. Вот недавно в качестве отзыва муж просто обращался к своей жене, которая, видимо, находится в другом городе, и говорил, что он скучает, а город ему очень нравится, и встречают его здесь хорошо. Вот человеку подумалось в музее, об этом захотелось написать. Очень вежливый, корректный, красивый, по-своему отзыв. Кто-то вспоминает совершенно неожиданно своих родных, с которыми он не успел поговорить вовремя. Вот музей настраивает на такие довольно грустные, но важные мысли о том, что... Оказывается, в разговорах с нашими дедушками и бабушками было что-то невероятно важное про нас самих. Кто-то просто благодарит. Иногда бывают критические отзывы, потому что не все люди готовы воспринимать перемены. Так устроен человек, что на 10 тех, кто радуется переменам и не боится их, найдутся те, кто опасается их. В любых переменах видят обязательно какой-то злой умысел. Подвох, да? Да, подвох. А вы зачем это сделали? А почему вы это сделали? Мы долгое время не могли сначала... Так-то думали и не могли... Ну, когда мы про это размышляли, мы не могли понять. Это вот от злости человек так вот пишет, да? Что вы тут музей уничтожили? То есть что в этом? Какая в этом такая мысль таится? А потом мы поняли, что человек злится на то, что у него отняли кусочек его детства, потому что многие люди вспоминают музей, как детские походы в школе. Потом, когда человек переваливается 50 лет, у него за плечами жизнь, о которой он вспоминает, и обращается к этому. И вот пойти сходить в музей, второй раз в жизни для него, это пойти в детство, по которому он скучает, о котором он размышляет. Он приходит, а музей другой. Ну, тот же самый, только экспозиции другие. Была довольно забавная история у нас. Говорю, шел человек, который довел, мне кажется, до истеричи сотрудницу одним-единственным вопросом. Где парашютист? А сотрудница работает, например, там 5 лет. И она думала, что надея издевается. Он говорит, вы когда дели парашютиста? Вот на полном серьезе. И злится, говорит, вы что надворили? Где парашютист? Он висел в этом углу. И она сначала подумала, что она сошла с ума, а потом поняла, что серьезное происходит, какой парашютист? Начала выяснять, какой парашютист? Что вы имеете в виду? А в итоге выяснилось, что когда-то давно, в одной из старых экспозиций, лет 40 назад, там действительно висел такое чучело парашютиста, в костюме, соответственно, парашютиста, ну, в каком-то рассказе про какое-то событие. И вот он, будучи ребенком, сходил 40 лет назад, запомнил этого парашютиста, и он шел на него посмотреть еще раз через 40 лет. Проблема в том, что за это время многое поменялось. Очень интересно. Действительно. Люди хотят вернуться и в свое прошлое, в том числе. В первую очередь в свое прошлое. В первую. А дорожки в него разные. Иногда ты идешь по любимым местам, иногда звонишь людям, которые лицетворяют те или иные события в твоей жизни. Иногда вот так. Идешь по карте самых ярких воспоминаний из детства. В детстве нам все же, кажется, немножечко в измененном таком виде. Деревья больше. Парашютист, как настоящий. А именно из этих соображений, из музея имени Арсеньева, можно, насколько мне известно, отправить открытку в любую часть России. Это такой просто бантик во взаимоотношениях с посетителями. Мы просто всячески пытаемся дать понять людям, что мы их очень любим. Только заигрывать не хотим с ними. Ну и заискивать. Зачем? Эта человека, мне кажется, унижает. А хочется как-то ему еще что-нибудь предложить такое, чтобы он улыбнулся, чтобы он как-то так порадовался чему-то, чтобы он... Такую своеобразную терапию, потому что у нас в обществе такая суровость, мягко говоря, иногда и отборного хамства много где встречается. И для обычного человека, знаете, вот еще и в музее получать суровость, какой-то такой взгляд, стройки, чтобы упруга били, обвиняли, нельзя, уходи. Ты сейчас все нарушишь. Вот этого у нас нет. И наоборот, мы так участливо стараемся относиться к зрителю. Вот кто-то придумал, давайте еще открытки. Вдруг кому-то будет хорошо, что он там маме, папе, сыну кому-то еще отправит. Отправлять надо, кстати. Здорово. Нет, правда интересно. Это не уникальная идея, так делают многие музеи. Мы, честно говоря, тоже велосипед не выдумывали. Но, пользуясь случаем, объяснил, зачем. Безусловно, очень много достаточно уникальных проектов в музее имени Арсеньева. И хочется, наверное, начать с одного из самых масштабных. Это проект об Элеоноре Прей, над которым вы много работали. Расскажите о нем. Я имею в виду фильм. Фильм? Фильм. Фильм – штука тяжелая, в принципе, с точки зрения технологического процесса. А по нынешним временам так и вовсе, потому что фильм – это не дешево. А у нас нет такого единого заказчика на эту деятельность. Мы двигаемся очень маленькими шагами. Для нас это гигантские шаги. А в технологической цепочке по производству фильма – это небыстрое движение. Почему? Потому что мы ищем такие микрогранты, микробюджеты. На маленькие этапы раздробили мы проект, потому что сейчас не все в порядке с платежной стоимостью нашей национальной валюты. И вообще с наличием денег в стране есть определенные проблемы. Поэтому получить деньги на фильм не так легко, как это было еще 5 лет назад. Ни по линии Министерства культуры, ни по линии администрации одной или другой. Поэтому фильм будет. Просто давайте не спешить всему свое время. Повторю, что как бы мы не надеялись на лучшее, надо признать, что времена действительно не самые легкие, и какие-то вещи могут чуть-чуть подождать. Но мы работаем. Мы ведем большую экспедиционную деятельность, исследовательскую деятельность. Потому что проект Леонора Преи далеко уже не только про саму Леонору Преи. Она просто так удачно стала символизировать для многих людей историю города. Проект разросся вплоть до создания нового музея в ее доме, посвященного повседневной жизни горожан того времени. Не только ей посвящен, и даже не столько ей посвящен, но просто пользуясь случаем поговорить о ее современниках. А это и быт, ну и разные другие аспекты повседневной деятельности. Ужасно интересная тема. Но тоже, повторю, что времена нелегкие. И вот так, насколько можно отремонтировать помещения, и адаптировать их для музея, пока не представляется возможным. Но хорошо, что, по крайней мере, есть помещения. Да, я хотела сказать, что, на самом деле, самой большой заслугой, наверное, можно считать, в том числе не только жителей города, но как раз именно музея имени Арсеньева, в том, что удалось вообще сохранить этот дом и это место. Ведь удалось добиться того... Если бы мы не начали заступаться, и не затеяли процесс, к которому потом присоединилось очень много людей, организаций, структур и так дальше, то, честно говоря, мы получили бы точку невозврата в том, что называется, историческое наследие города, потому что вот кому не сладко живется вообще в этой стране, знаете, так это старикам и старине. А в нашем городе, вынужден сказать, особо, в особо изощренной форме обходятся с историческим наследием частные компании и частные лица, которым они, эти объекты, принадлежат. Не будем далеко ходить и лукавить. То, что сделали с ГУМом, является по совести преступлением. Никакого отношения к реставрации это не имеет. Я про это совершенно не стесняюсь говорить. Или, например, то, что делается в районе миллионки. Это просто вандализм, который творится руками многих людей в интересах их персональной коммерческой прибыли. Я все понимаю. Но наследие по закону принадлежит на равных правах всем. Сегодня оно как частная собственность твое, завтра ты продашь, но Ивану Ивановичу будет принадлежать. Ну, как физический объект, да. Как наследие всем. И когда вы выламываете рамы, потому что вам, видишь, ледует, или хотите себе китайской плиткой уханькать старинный пол, потому что это у вас такой вкус, вы должны понимать, что по совести и по закону вы совершаете преступление. Это вам не принадлежит. И начинается у нас, ну, чтобы там казуистику всю, значит, нас очень любят. Мы сейчас возьмем и сделаем вид, что он в реестре памятников не находится. И все, и он, значит, не памятник, а памятник. Ну, потому что это старый дом. Это вообще легко понять на самом деле. Можно с точки зрения законов и противоречий нормативных заболтать любую проблему, но факт остается фактом. Сколько потерял Владивосток за последние 20 лет в период рыночной экономики? Он не потерял за советское время, ведь его пощадила советская власть, старую часть города, довольно так благородно. Это не Хамаровск, который выкорчевали почти весь. И за 20-25 лет просто ухайдокать весь старый город, перекрасить, выломать рамы, надстроить. Это, ну, это как? То есть это достойно нормального, адекватного, современного города? Нет. Нет. И, ну, вот как мы могли промолчать, если, извините, 10 лет город живет там с темой Элеоноры Прей, кто бы как к ней не относился? Приходит человек, который говорит, да что это за сарай вообще стоит? Я же, ну, я, собственно, ушами слышал ровно такую риторику. И когда ты человеку говоришь, а вы на каком, ну, опираясь на что вообще позволяете так хамить городу? А он смотрит на тебя и не понимает, потому что он считает, что если это вот частная собственность, дальше все как бы поворачиваемся и идем по известному адресу. И вот невозможно людям объяснить, что это вообще, ну, как бы, как сказать, ну, бессовестно. Это, это бессовестно. И я горд за Владивосток, я горд за очень многих людей, ну, адекватных людей, которые в этом городе живут и которые не побоялись сказать, да надоело уже просто. Ну, просто надоело. Объясняйте кому-нибудь другому, что настройка стеклянная на старом особняке... Вы имеете в виду центральной? Торгового дома Лангелетье, всем известный как центральный, что это красиво. Вот вы кому-нибудь другому объясните, потому что если вы всерьез думаете, что кто-то в это может поверить, значит, вы держите человека за необразованного, невежественного, ну, и не совсем здорового. Как это может быть красиво? Кому это может быть красиво? Как это вообще можно было допустить? Вот просто с точки зрения элементарного вкуса. Как можно было согласовать то, что сделали в старинных интерьерах Кунста и Альбертса, ГУМ? Как? Вы поищите города вот просто за Уралом, где есть такие шедевры архитектуры. Я понимаю, что его нужно было приводить в порядок. Но обратно сейчас уже ничего не отмотаешь. Как можно было сказать людям, что плитка на полу немецкая, которая там украшала, и сохранилась за сто лет прекрасно, что она настолько уникальная, что ее нужно положить под цементную подушку и сверху накрыть китайским мрамором. В ее же интересах. Но ведь нельзя держать людей за идиотов. Ну вот до такой-то степени. Ну как бы, ребят, про что мы говорим? А с чем назад? Для чего тогда нужен музей, если бы мы промолчали? Ну как это? Мы получили из-за этого очень сильно. И для вас, и для большинства жителей города Владивостока это не является информацией доступной, но мы очень сильно получили. В том числе и от застройщиков, в том числе и от людей, которые подумали, ничего себе, кто у нас рот открывает. Мы думали, что мы уже все решили, тут еще кто-то гавкает там еще в прессе. И мы получили из-за проблем много, и хамства много получили в свой адрес, и от чиновников разного уровня. Но в конце концов, я горд, что город и край мог себе позволить, поставить на место, но просто вот позволить. И дать пример другим, сказать, ребят, не опускайтесь до такого хамства. Не надо. Не надо думать, что вы вопреки закону, здравовому смыслу, по договоренности с какими-то чиновниками среднего звена возведете все, что угодно, а потом задним числом легализуете, потому что в городе живут одни идиоты. Не надо так думать. Все. Я понимаю, что человек потерял деньги. Ну, не надо кричать, что таким образом люди, которые отвечают за памятники, стоят на пути развития рыночной экономии. Да это бред. Мы вообще напоминаем о существовании законов в этой стране. Потому что вы совершаете при-ступ-ле-ни-е. И это преступление напрямую связано, ну, вернее, они не связаны, а как бы вступают в конфликт с тем видом деятельности, который осуществляет музей. Ну, вы будьте же готовы к тому, что... Вам скажут, ребят, нет, но мы будем бороться. И на вашей стороне деньги, а на нашей стороне оказались горожане. Тысячи людей, которые взяли и поставили подпись. Выходили сами даже на место. Выходили на место, остановились, защищали, и жильцы, в том числе, этого дома. Да, кто-то давал деньги на памятник. Это все проявление вот такой, ну, любви и уважения к тому, что называется городская история и к тем немногим материальным воплощениям, которые архитектурным, которые от этой истории остались. Виктор Алексеевич, давайте сейчас делаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с Виктором Шалаем. Виктор Алексеевич, мне кажется, стоит уделить внимание разговору о работниках музея, о вашей команде, безусловно. Давайте поговорим о них. А что бы вы хотели узнать? На мой взгляд, самые лучшие люди на свете. Я уж извиняюсь перед самыми остальными, но мне кажется, что это действительно штучные люди. Ну, как вот, если так можно сказать, это штучные, имеется в виду, ну, таких не производят, таких не делают. Это сочетание определенных талантов и, конечно, опыта. Музей сам отсеивает людей очень жестко. Нельзя, то есть, мне кажется, что это настолько сложная внутри структура и такая очень деликатная, что если вот ты попал в плен к музею, ну, в такой профессиональный плен, да, то все выбраться уже нельзя. Ты потом паскуешь по нему, ты, значит, ты тоже музейный человек. А есть люди, которые не переживаются, люди замечательные, хорошие, талантливые. Вот не их просто, да. И музей, получается, сам выводят за периметр так деликатно или кого-то оставляют уже навсегда, потому что в музее на музейщиков не учат, сам музей обучает людей опытом, определенным опытом, который человек получает в практической деятельности. Вот. Поэтому потом человека вот изъять из музея, это обречь его на страдания, потому что он очень связан, особенно те, кто работают с коллекциями, те, кто работают с подлинными материалами. Это такая зависимость такого уровня, что ее сложно написать. И у нас очень разный по возрасту коллектив, чему я тоже невероятно рад. И творят команды проектные, которые работают над той или иной затеей. Часто, наблюдая за ними, можно видеть, как одинаково азартно над какой-то идеей бьются люди, у которых 50-летний опыт работы в музее, и у которых только начинают, там, 2-3 года. Как правило, на 3-4 поколения младше наших старожилов. Но при этом одинаково азартно, помогая друг другу в таком творческом порыве. Невероятно уважаю этих людей. И очень их люблю. И считаю, что все хорошее, что происходит с музеем, это всегда плод коллективных усилий. И премия, это она хоть и имена, это во многом заслуги, большей частью признание заслуг целого коллектива. Вот, о чем я не стараюсь не забывать и говорить каждый раз, когда есть возможность, потому что в силу определенной публичности, моей должности, меня-то часто видите, часто говорят, вот он пришел и начало все меняться. Это не так. Если бы мне не до кого было опираться, если бы не было людей, которые мне доверяют, с которыми можно договариваться в самом лучшем смысле этого слова, то ни одна даже самая благородная затея или самая гениальная и талантливая просто бы не прижилась. Понимаете? Поэтому пользуясь случаем, куда надо передать триод, в какую сторону своим коллегам. То есть, если к вам придет молодой специалист, который очень хочет попробовать себя в этом мире бы, я даже, наверное, сказала, вы всегда примете, попробуете, да, а там уже как покажет опыт и практика. Ну, мы стараемся не баловать людей, сразу давая понять, что музей, организм многосложный и придется попотеть годик-два. Но, с другой стороны, вот сейчас к нам все чаще обращаются люди, которые хотят, они знают, что они не будут работать в музее всю жизнь, но для них музей стал интересным местом для старта, вот чтобы начать профессиональную деятельность. И когда мы публикуем резюме на должности администраторов, это те, кто встречают людей, консультируют и продают билеты, и мы получаем десятки резюме за очень короткий срок от людей возрастом 20 плюс, потому что им нравится то, что делает музей, им кажется это интересным, стильным, модным даже в некотором смысле. И это тоже определенный критерий показательный, что музей просто поменял к себе отношения у представителей некоторых поколений. Вот. Ну, а там дальше человек уже сам решает довольно строго все внутри. Быть или не быть, да? Да. Очень хочется поговорить о нынешних и о предстоящих ближайших проектах музея имени Арсеньева. Долгосрочных, среднесрочных. А тех, о которых вы посчитаете нужным нам рассказать? Я понимаю, что их очень много. Действительно, очень много. Есть много таких стратегических задач по открытию в том числе новых музеев, в том числе морского музея, о котором мы очень много говорим. Но я про это потом когда-нибудь в отдельных ситуациях расскажу, а пока приглашу людей начиная с 16 мая. Один из самых интересных проектов, он, правда, гастрольный, но мы им очень гордимся, потому что мы убедили один грантовый фонд профинансировать пятилетний проект под названием «Коллекционируя Россию». Это когда из фондов региональных музеев западной части страны приезжают коллекции, ну, действительно уникальные, имеющие отношение к самому такому золотой части российской национальной культуры и который старше, чем Дальний Восток. Ведь проблема заключается в том, что у нас молодая территория и в коллекциях дальневосточных музеев часто вот от того искомно русского, да, до 18 века... Нам этого не хватает, да? Нет. Ну, то есть его нет. Потому что люди пришли уже позднее, они с собой кокошники не везли, да? Получается, что дети на Дальнем Востоке, ну, в частности во Владивостоке, вот, например, они про то, что для жителей Западной России является чем-то обыденным, да, знать только по учебникам или по картинкам, по мультикам, да, все эти сарафаны, наряды, может показаться, что это все какая-то выдумка, да, а что это подлинная часть нашей культуры, вот как он узнает? Только в музее. Куда он побежит, скорее всего, если, ну, наш житель, да, если он окажется в Москве? Третьяковка, да, в Петербурге Эрмитаж. Ну, вряд ли он поедет в Муром, только если у него там нет каких-то особых дел, или в Пермь. А в региональных музеях России хранятся такие шедевры, на которые спокойно вообще смотреть, ну, невозможно. И вот мы придумали такой проект, что мы пять лет будем привозить на лето вот одну такую коллекцию. И в прошлый раз была коллекция из Мурома, русского быта, а в этот раз мы везем знаменитых пермских богов. Это коллекция религиозной деревянной скульптуры, которая была характерна для русского севера и Урала, когда в храму украшали не иконами, ну, в нашем привычном виде, а как в католицизме изображением объемным, когда их вырезали из дерева святых, да, Иисуса, Богомать, Николая Чудотворца часто. Это такой раздел российской культуры, который подлинно уникален. И самая большая коллекция хранится в Перми, да. Ну, вот какая вероятность того, что там окажутся местные жители? Не самая высокая. Поэтому у нас есть проект не только, проекты не только из нашей коллекции состоящей, но еще показывать вот в таком формате российскую культуру. Я считаю, что это социально очень важный проект. И вот 16 мая мы открываем пермских богов. Пермские боги приезжают на Дальний Восток. И, пожалуйста, не пропустите. Потом, правда, пожалеете. Ну, я обращаюсь к тем людям, которые... Планируют посетить. Да, которые ходят в музей. Ну, и тем, кто не ходит, тоже приходите. Там много интересного. А можно уточнить? Это какая-то программа обмена? Мы тоже что-то будем взамен показывать? Ну, коллеги хотят. Мы так довольно сильно оживили взаимоотношения между региональными музеями. И коллеги просят в ответ дайте что-нибудь. Мы тоже хотим показать при Приморье. Нам ведь тоже есть что показать. Да, сейчас мы размышляем, что туда можно отправить. Или это археология, или этнография. Ну, то есть самое самобытное такое, да. Вот. Но пока это в одну сторону. То есть пока только сюда. Вот. А дальше от нас едет в Хабаровск. Мы-то еще и о соседях позаботились. Что называется. Вот. Ну, остальное можно посмотреть на сайте. Да, есть еще, конечно, и детская программа, что тоже очень важно в музее. Для детей у нас огромное количество всего. Если вам, значит, обращаюсь ко всем, хотел сказать, владельцам детей. Родителям. Родителям, да. И прочим, несущим ответственность за детей и людям, обращаюсь я. У нас огромное количество умнейших интересных программ для детей. Вот просто у нас команда, которая их шпарит азартно, работает без выходных, чтобы квалификацию не потерять. И там уже столько их, ну, сколько на год можно вот в план поставить, да, и то будет, и то будет много. Потому что, ну, вот, получается у людей. Выходите, пожалуйста. Такого больше никто не делает. У нас город не избалованный музеями. Музей у нас такой один. Зато какой. Да, и мы не говорим про то, что нужно ходить только в него. Есть еще много, конечно, всего другого, и мы желаем успеть. Но, пожалуйста, хотя бы раз в месяц сбегайте, потому что ребенку же от этого сплошная польза. У нас есть такие родители, которые приводят, говорят, можно я вот это время по магазинам побегаю, и ребенок два-три часа с педагогами в музее, там круги наворачивают, отгадывают, ищут. И у нас такая довольно дружелюбная ситуация. Детям там хорошо. Не все родители просто пока это еще раз кусили, вот пользуясь случаем, минуточка рекламы на восьмом канале. Мне хочется в завершении нашего разговора рассказать вам одну историю. Я как-то была на пресс-конференции с одной из приезжих московских артисток, и она рассказала всем участникам пресс-конференции, что первым делом, когда я прилетела во Владивосток, я знаю, что у вас есть такой музей имени Арсеньева, я побежала в ваш музей, слушайте, какой у вас музей. В общем, она очень, достаточно длительную часть времени уделила тому, что рассказывала, какие понравился наш музей имени Арсеньева, и действительно, в него идут люди не только наши, жители нашего края, города, но и приезжие, в том числе иностранные гости. Это очень приятно, и, конечно, во многом это ваша заслуга, хоть вы и скромничаете. Мы вас поздравляем с получением премии. Спасибо большое. Спасибо вам огромное, что нашли время и пришли к нам. Спасибо за этот разговор и за то, что вы делаете. Это была программа «Время говорить» в студии Работала Набережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова